Дедушка Сергей Владимирович был очень странным, я должен сказать, потому что я, когда родился и пришел в себя, то, что называется, стал ощущать реальность, я увидел практически того Михалкова, которого видел до того момента, когда он ушел. В свое время, в 90-е годы, я делал маленький документальный фильм, тогда еще был телеканал ОРТ, если мне не изменяет память, они мне дали небольшие средства, но дали. Я сделал небольшой фильм про Сергея Владимировича и спросил его, как он считает, следует его назвать, этот фильм. Он попросил меня назвать эту картину, это документальный фильм, небольшой, 26 минут, 26 минут маленький формат, конечно, естественно, для Михалкова. Он меня попросил назвать его «Я был советским писателем». И на самом деле он действительно был советским писателем и советским человеком, то есть вся его жизнь, становление, взросление прошло при советской власти. Да, конечно, он боялся дворянского происхождения и прочих вещей, как, наверное, боялись все дворяне и как-то закрепившиеся, как-то оставшиеся в России в той. Потому что многие сели, многие уехали, история известна. Но он считает, что он смог состояться как поэт, смог состояться как творческая личность только в среде, только на родине, только в отечестве. Вот, еще огромное совершенно на него впечатление произвела война. Ну, это довольно глупая фраза с моей, сильное впечатление произвела война, война всегда, наверное, и производит на всех сильные впечатления. Но я убежден в том, что война в жизни любого человека, если у него была война, он пережил войну, то это, конечно, самые яркие ощущения жизни. Яркие не обязательно в хорошем смысле, яркие могут быть и в вполне трагическом смысле. Но мне он говорил, что если бы у меня был пистолет и передо мной бы стоял немец, я бы его застрелить не смог. То есть во время войны он ни разу не стрелял. В него стреляли, там его контузило и так далее, но он не стрелял. Он был военным корреспондентом все время на передовой. Вот, ну, а если добавить какую-то смешную ноту в наши с ним отношения, то я частенько возвращался с ним с дачи, с Никольной Горыны, на его машине, у него машина была «Мерседес», и в этом «Мерседесе» был магнитофон, и в магнитофоне стояла кассета. Вот, и как-то мы едем уже, уже в этой машине уже несколько лет, мы ездим, ездим, ездим. Мы говорим, а что мы музыку ни разу не послушаем? Он говорит, а что музыку можно послушать? Я говорю, да, это же кассета, магнитофон. Вот, поставили музыку там какая-то. Музычка играет, тумбалалайка, как я помню сейчас. Вот, а он говорит, о, как здорово, тут музыка есть. Проходит еще несколько месяцев, мы опять едем, он говорит, давай послушаем музыку, ставим. Опять это та же самая тумбалалайка. То есть он понял, что тумбалалайка есть музыка в этой машине, но чтобы поменять кассету, он не догадался. Он думал, что эта машина в совокупности с этой музыкой продавалась. То есть хочешь эту машину, вот тебе к ней эта музыка. Вот, потом я ему спустя несколько лет объяснил, что можно вынуть кассету и вставить, например, другую, какой-нибудь Рамштайн. Как это в Сергею Владимировича было сочетание удивительной наивности и мудрости. Вот почти детской наивности. Я с ним, мне посчастливилось с ним сотрудничать, я сделал с ним три фильма на мусфильме. Значит, это «Вид на жительство», вот Виктория Федорова и Альберт Филозов играли главные роли, «Пена», сатирическая комедия, где Папанов, Быков, Басов, Смирнова, Куравлёв, ну, весь цвет нашей. И сделал на музыку Давида Тухманова первый советский мюзикл, который назывался «Дорогой мальчик». Это была такая, ну, по тем временам, вообще, прорывная картина, потому что рок-музыка и, так сказать, эффектные съёмки и так далее. И я тоже знаю про Сергея Владимировича, там 2 миллиона баек. Ну, вот просто расскажу для затравки одну из них. Значит, мы сдавали эту картину «Дорогой мальчик» на мусфильме. И, поскольку он такой уважаемый человек, для него специально открыли директорский зал, в котором Сталин смотрел картины. Обычно закрытый зал такой на втором этаже, там даже специальная была, когда Сталин приходил, была специальная ковровая дорожка от входа, туда выстилалась. Вот, он пришёл с каким-то очень солидным человеком, таким в чёрном костюме, в галстуке, очень представительным, респектабельным человеком. И, значит, я ему говорю, Сергей Владимирович, это кто? Он говорит, это твой главный зритель. Ну, главный зритель, я думаю, ну, кто там, может быть, его круг общения, ЦК, КПСС, там, зав. отделом, министр новый, может, ну, не знаю, сижу. И весь просмотр, который, собственно, я должен был как режиссёр организовать для него, как для своего соавтора по сценарию, в первый раз увидевшую эту картину, то я смотрю не на Михалкова, а смотрю на этого человека, потому что он же опасность для меня представляет, да? Мало и откуда он, и что он, так сказать, может вытреть. Смотрю, узнает первый, там, несколько минут смотрит серьёзно, потом начинает улыбаться, потом хохочет в голос, потом как себя по коленкам стукает, и вообще, так сказать, там, не знаю, кончается картина, говорит, отличный фильм, можно с детьми пойти, можно, это семейная картина, как здорово сделано, таких у нас нет. Ну, в общем, хорошие такие слова сказал, и мы спускаемся с этой, значит, с этого, из директорского зала, и я по лестнице говорю, Сергея Иванович, это кто? В ЦК КПСС? Он говорит, какой ЦК КПСС? Это мой шофёр, Гена. Я говорю, Сергея Иванович, вы что, меня обманули? Он говорит, Саша, я тебя не обманывал. Ты что, для министра Ермаша делаешь фильм? Ты для зрителей делаешь. Вот если он посмотрел, хохотал, то, значит, успеху этой картины. А что там Ермаш скажет, значения не имеет. Вот, то есть, Михалков был для меня не только соавтором, да, и он был ещё и учителем жизни таким. Причём, чтобы закончить тему соавторства, я хочу сказать, что работать с ним было очень просто и легко. У нас была огромная разница в возрасте. Мне было 20 с чем-то лет, а ему было 60, да, он уже был там, представитель Союза писателей, герой, лауреат, ну вот, то, что... Вот, а работали мы с ним совершенно на равных, вот можно сказать. Во-первых, ну, равные даже доли получали в гонораре, что трудно себе представить, не знаю, для современных, наверное, альянсов. Вот, а кроме того, ну вот он, например, взял мой вариант сценария, дописал там сцену какую-то, сцену на охоте, как сейчас помню, про начальников, как правительственная охота происходит, завидово. Очень такую острую, сатирическую. И, значит, и даёт мне это, показал. Я прочитал, говорю, Сергей Ильич, сцена очень смешная для фильма «Пена», но, к сожалению, она не в жанре, на мой взгляд. Потому что у меня гротеск, а вы написали такую психологическую сцену, комедия, но другого рода. И он совершенно нормально говорит, ну что ж, не понравилось, ты режиссёр, тебе снимать. Я эту сцену в другую свою пьесу вставлю. То есть вот были абсолютно нормальные творческие взаимоотношения, без всякой фоноберии, без величия и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok